У нас тут вот первый вопросик. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Вот здесь как раз смотрите жизнь Григория Яковлевича Клинько. Великая отец война ворвалась, когда ему было всего 15 лет. У вас было уже ощущение? Ну вы чувствовали, предчувствовали? Да нет, ну вообще-то у меня брат на западной границе служил на штаб, помню, штаб Горолёв, штаб НКВД, а не сам так. Из чего складывалось? Ну у вас ощущения нету? Ну кто-то рассказывал. Ну проходили с финской войны, так уже рассказывали про военные действия. Проходили, так, а так что-то в 15 дней пока еще особо не чувствовалось, не чувствовалось, а потом же когда объявили о войне, так, тут же почувствовалось, так в частности. Как вы узнали о начале войны? По радио было объявлено, так, о начале войны. Это идет запись, нет? Идет запись, да? Это самое начале войны. Какова ваша реакция была? Как вы узнали о войне? У меня осталось в памяти тот день, когда объявили начало войны. Мать услышала это страшное сообщение по радио. Прибежала в сарай, бросилась в сток сена и начала рыдать. Мы, дети, все собрались вокруг и не знаем, как ее успокоить. Те, про эти слезы были слезами, отчаяния и предчувствия. Столько времени ждала мужа с войны, и вот теперь новая война покушается на жизнь ее подросших детей. Дурное предчувствие не обманул Акулину Ефремовну, то есть мать. Из трех сыновей только один вернулся с полей сражений. До села Береза великая течь война в сентябре 1941 года, когда в Сумскую область начались тяжелейшие бои, и ее оккупировали фашисты. Взрослые мужчины уходили на фронт и партизаны. В деревнях и селах остались старики, женщины и дети. В приемном центре Агухове на базе бывшей военной части немцы устроили лайт заключенных. А мальчишкам, как Григорий, как я, не было приказано, было приказано обеспечить военно-пленных продовольствием. Осенью 1941 года был хороший урожай. Я по разнарядке колхоза нового бригадира возил лаер продовольствия, капусту, картошку, свеклу. Надо это? Ну, читай, немного, скажите. Дальше. Подъезжаешь по ротам, а там конвой штыками, корзины и сено на повозке прокатывает, проверяет, не позволяет ли что-нибудь запрещенного. Однажды выросли в повозку, а ко мне подбегает пленный и тихо так говорит. Парнишка, вывози меня отсюда, в ресторане. Всю жизнь благодарен буду. Я сохранил все у тебя соломы между корзиной и повозкой. Не бойся, а вось обойдется. А я что, парень молодой, и человеку помочь хочется, и страшно, и страшно, ведь если увидят, убьют обоих. Но вот залез он ко мне в повозку незаметную, и я поехал обратно к конвою. Подержаю, волосы от страха дыбом становятся. Но ничего, обошлось. Так я вывез из лагеря девять военнопленных. Один из них даже как прибегал к моей матери. Благодаря за сына и счастливое освобождение. Хоть дело было давно, я... Так, сейчас не пропустил я. Постей день хочется узнать, как сложились судьбы этих людей. Мой кто-то жив до сих пор, говорят, хотел написать передачу «Жди меня». Ну, значит, как-то не получалось. А в марте 43-го года в дом, в мой дом постучали, немецкий полицай принес повестку, по которой я должен был уехать в Германию. Шесть месяцев, вплоть до прихода в Сумскую область, в Советский войск, Григорий, я находился в пол, под поле. А полицаем некогда было сбираться, когда прятался... Как только было окружение сорвано, меня призвали в армию в 43-м году. Потом запасной стрелковый полк направлю в Башкирию, в лагерь, Алкино. Там где-то 8 месяцев прозаймался, но потом заболел. Был на поправке в конзаводе в одном, по уборке сена. Там Башкирии вымерли от голода, вот пришлось опомогать им там. А потом после этого снова в запасной стрелковый полк. Так уже поправился, где-то набрал, залито килограмм, наверное, 8-10. Так, потом еще немножко побыл в запасном полку. И где-то в этом начале декабря был направлен на фронт. Первый был русский фронт. Сначала мотослуковую дивизию с ковровским ружьем ПТР. Так, это тяжелый слой. Ну, потом, по счастливой случайности, по молодости, надо было 3 молодых парней, солдатиков, так, чтобы могли хорошо бегать, связь давать. И я попал в эту команду, что я считаю, чтобы сохранить свою жизнь. Вот так он. А вы можете вспомнить наиболее яркий эпизод из военных в ваших действиях? Ну, тут яркий, ничего такого. Попали один раз, в доме связь держали, а немцы выбирались с окружения и тоже решили напасть на этот дом. Ну, пришлось отстреливаться с этого, с троих этажа. Они на первом этаже. А что у нас? Точка, радиоточка, точка связи. Два человека. Вот мы отстреливались, пока не пришли. Не пришла нам помощь, как раз. Когда мы по связи передали, потому что такая группа войск немецких, сконцентрирована там-то и там-то. Так, ну, пришли на помощь, нам помогли. А таких ярких. Ну, а в Берлине попал под это, под бомбежку. Немножко был контужен. Немного не дошел до ареста. И окончилась война. На какие минуты в вашей жизни, когда вы воевали, были самыми радостными? Ну, радостные. По окончании войны. Вот что дело. Вот здесь, между прочим, хорошее было у нас окончание войны, так. У нас, видите, патрон связи, там половина женщин было, половина мужчин было. Это радиорота, штабная рота, это одни женщины были. А уже эти линейщики, которые надо бегать везде, так. Там мужчины были. Потому что, так, ну, когда мы узнали, в 2-м, это день победы 9-го считается, мы в 2-м, 2-го мая мы уже знали, о том, что война окончилась, потому что непосредственно связисты раньше всех узнают в Берлине, так. Мы находились, ну, какой-то сад был, прекрасный сад. И вот там женщины поставили, а сад сам перед такой, светущий был, все белым было, это фруктовые деревья. Поставили столы, женщины накрыли, так, все, все, что было, так, вот в чем дело. Дальше. Они уже заготовили посылочки к каждому, по весу по 2 килограмма, домой отправили, ну, материал, кое-какое. Приехал командир корпуса, генерал-полковник Червиченко, поздравил нас всех с окончания войны, сделал салют, и считаем, на этом война закончилась. для нас. Ну, а потом пошли перебрасывать, в это уже мирный, там еще полтора года в Германии, в связи с ним был, потом стали сокращать, там войска, направили в город Зенск, Нижегородской области, танков, самоходный полк, на учебу, перед дистрификацией, через 2 месяца там полк-то разогнали, направили в город Владимир, 9-й учебный танковый полк, там, на курсантам, ну, после выпуска, весь выпуск, на чахотку отправили, Сталин хотел забрать Аляску, а меня, как дисциплинированного, исполнительного, выпускника, направили, меня еще и одного механика направили в Владимирское пехотное училище, на дольс, командир танковый, это, вот там я, был командиром, танк, наверное, а потом, значит, переход такой, потом, по рекомендации начальника плитодела и начальника бронетанковой службы, они меня назвали, Гриша, хватит, я буду, давай, курсантскую роту, на офицера, так, учиться, потом, здесь вместе я прозаимался, курсантской роте, и, болезнь прихватила меня, Владимирский госпиталь военный, и там, значит, военный, военный врачебный, да, диагноз, язва желудка и девяностоперстные кишки, и решение военно-врачебная комиссия, так, не годен к службе, мирное время, ограниченно годен военное время, ну, такая, дальше не надо, еще, ну, потом, правда, с этим, с командованием училища, хорошее отношение было так, дисциплинированность, у меня командование генерала Шевченко, так, ладно, мы берем на себя, так, я уже был на контрактной службе, так, берем на себя, продолжай, продолжай служить, так, так, я еще потом, потом, это Владимирское пехотное училище сократилось, и направили меня в это, в город Ковру, 419-го, смотрит, строковый полк, так, надулась, командира танка, обратно, потом, после длительного, точнее, с переводом дивизии на учебку, я стал старшинной роты, 5-я учебно-столковая рота, которая получила, стала первой, третьей ротой, советской армии, а потом, ну, и так, так служил, так еще, а потом, после армии, 18 лет проработал, инженер, инспектором, по строительству, и капитаном ремонту, Ковруской дивизии, и эссенской военной базы, 18 лет проработал, после этого, нас заслужил отдыха, уже, сколько, 15 лет, вот, скажите, пожалуйста, вот, что для вас, фронтовиков, было настоящим источником мужества? мужества, да, источником, да, тут мужество, во-первых, меня, это, еще на фронте, как дисциплиниру, исполнительно, приняли в члены партии, это уже, что-то такое, обязывало, так, потом, я уже знал, о том, что у меня, старший брат, один погиб, уже сразу, в начале, в начале войны, это тоже создавало, так, тут и мужество, и неприятное отношение к немцам, как говорят, такое, ну, потом, все, полит воспитание, полит воспитание, главное, которое было, не страшно было, не страшно было, и все было? Вот, есть, я читаю, вот эти книги, все возможные, мемуары, говорят, одни пишут, о, мне не страшно было, ну, один там пишет, солдат, так, неправда, не страшно было, всем было страшно, особенно, идти в атаку, потому, что, больше половины, часть, погибало, поэтому, это неправда, то, что, мне не страшно было, было идти в бой, неправда, так же, это, и я, так же, ему, все, а, имеете ли вы, какие-нибудь награды, какие услуги? Есть у меня, две медали, за боевые заслуги, так, за освобождение Белоруссии, за взятие Берлина, за освобождение Варшавы, и ордень отечества войны второй степени. Какая медаль для вас особенно дорогая? За боевые заслуги. За боевые заслужины. Ну, самый дорогой праздник, конечно, это День Победы. Уже с Днем Рождения сравнейший, Октябрьский, Новый год, вот так, День Победы, самый главный праздник для меня. С какими чувствами вы шли на больную, а с какими вы возвращались? Отомстить за смерть братьям. Что вот вы знали осенью 1941-го о положении под Москвой? О положении под Москвой? Ну, в это время, так у нас, мы уже были на оккупированной территории, у нас это 1 сентября, территория уже была оккупирована немцами, поэтому связи, как таковой, о том, что немцы начали уже под Москвой, не было так, по кратким источникам, значит, догадывались, догадывались, о том, что, значит, где-то фронт уже под Москвой, а так, тот же источник, потому что, уже немецкая власть была, поэтому, мы не располагали. А вот, кто из ваших офицеров больше вам запомнился? Запомнился, так? О командирах ваших? Я помню, помню, так, запомнился командир отделения, депритор Горошко, это учебно-запасовый полк, и командир взвода, лейтенант Селезнев. Вот, ну, это первый, так как вы учились в первом классе, так? Запомнили первую учительницу? Помните, так я первого, командир отделения, командира взвода первого запомнил, а потом уже пошли другие. другие. А вот, кого вы и ваши товарищи считали наиболее лучшим полководцем? Товарищи или командиры? Командиры. Командиры, да? Вы и ваши товарищи, кого считали более выдающимся полководцем? Выдающимся или или запомнился, как положительно его отзывы, так? Старший Анбыков, это по военному училищу камнеразвода танкового, дальше, преподавателя бронетанковой службы подполковник Шенкман Йосип Михайлович был, это душа, так? Начальник училища, хорошо запомнился, генерал-майор Шевченко, Петр Шевченко, а здесь вот по Коврову полковник Никитин. Так, а последний, хорошо запомнился, так, замкомандира дивизии Сливин Сергей Борисович, который был недавно обл. инкомат. Он с нами всегда беседовал с участкой войны, никогда мимо не проходил, чтобы не зайти к нам побеседовать. Надо с нами многими. А изменилась ли ваша оценка к ним сегодня? Ой. Ну, ваша оценка к ним сегодня изменилась? По сравнению, с каким временем? Ну, с военным временем. Время. Сменилась насчет чего? Насчет личности. Насчет войны. Как они себя вели в военных действиях, потом, после войны? Ну, если сейчас многие, вот, лучше бы, немцы оккупируют, так, я, конечно, против этого, чтобы немцы, если бы немцы оккупировали, лучше бы, в жизни было, я, конечно, против этого, то, что сейчас многие некоторые высказывают, так, и политические работники, так, и изменники родины, и разная просьба, я за то, конечно, я за то, и право, то, что немцы изгнали, с Украины, с Россией, вообще, советская территория, хорошо, плохо так, мы живем, всякую сейчас здесь, одни хорошо, одни, я, конечно, только против того, что у нас сейчас в стране беспредел, мол, это что-то ее скрывать, уже, вот, послушаешь, радио, телевидение, одни месяца от жира, так, а вторым есть нечего, мне кажется, и у вас такая сама обстановка, не особенно богатые ваши семьи, и богатые вы, так само, я, я все равно как-то с людьми нахожусь, и располагаю вот такими данными, вот. А каково ваше отношение ваших сослуживцев было к Сталину? Отношение ваше? Сейчас разные кривотолки идут, а раньше положительно, раньше было положительно, а сейчас одни положительно, три отрицательные, поэтому сейчас не поймешь, кто прав, кто виноват, прав ли Сталин, не прав ли Сталин, ну, то, что, конечно, места, он не прав, то, что много расстреляли, видных, видных полководцев, и не только видных полководцев, мы когда-то на уроке сидим в школе, идет Черный Воронок, Красный Совет рядом, со школой, и вот мы в классе сидим, по-моему, это, или история, или география, что-то с этих, директор школы заходит, класс, Иван Петрович на это, на преподавателях, так, зайдите в канцелярию, как зашел, так больше не вышел уже, и вот таких не только, видных полководцев, партийс-работников, ну, и, это, преподаватели, учители, в основном не разбирались, вот так, если бы я в то время рассказал, рассказал, как сейчас, я вам рассказываю, мне бы завтра, чтобы не было, в то время, в то время, уже бы не было. Вот на фронте были люди разных национальностей, что, по-вашему, объединяло всех этих людей? Ну, что, патриотизм объединял, и там, действительно, там же не разбирались, так, ты татарин, или украинец, или русский, или азербайджанец, не было таких, как сейчас. конфликтов, не было никаких, не было никаких, вот даже у нас, вот этот, танк, изводы, который у нас, сокращенный, по, с Владимиром, училище, вот здесь, и татар, и русский, и украинец, и из шести человек, да? Вот так. потом подскажешь, как лучше держать. Ну, все уже. Все. Все. Все, да? Не разбирались, я живу вот здесь, шесть человек, четыре национальности, и шесть, и шестерых. Поэтому, не было никаких, и кровотолков, кто ты такой? Это сейчас. Так вот сейчас, я недавно слушал, по радио. Якобы должны формировать русские отдельно, кавказские отдельно, роты, чтобы были, чтобы не было. Ну, по-моему, вы этим вопросом и занимаетесь так. Не все в порядке в армии, с национальностями. Не все в порядке. Так как не стараются, так, так. А вот вы верили в Бога до войны? Нет. Честно признаться, нет. И я сейчас, между прочим, по поводу церкви, так, это та самая идеология. Значит, у вас отношение после войны к религии так и не было? Нет, и до сегодняшнего дня к религии. Это та самая идеология. То была церковная, то была коммунистическая, идеология. А сейчас, а сейчас вообще нет, нет никакой идеологии в стране. Куда народ идет? Вот на войне часто складывалось тяжелое положение. как вам удавалось не падать духом, поддерживать дисциплину? Ну, если бы без камеры, так, я бы сказал бы, как бы, так. Ремнем и премьем? Да нет, не ремнем, а расстрелами. Расстрелами? Когда я был учебно-запасного полку в Башкирии, как патриотизм проявался, а еще и новый, не новый, а и другой метод. Вот так вот построят, много у нас там запасного учебного полка, кубла, там, на тысячу пять лет, букву П построят, так, выведут одно или двух солдат, дезертирован, так, за измену Родины, так, за дезертирство Советской Армии, так, высшее мерное наказание, так, провести исполнение. Турн на лозах расстреляли, их, коммунировочастей, развести войска по всем частям. И так за шесть месяцев четверих расстреляли, дезертирован. Вот он и. А какую роль в развитии событий сыграл приказ на комму обороны номер 227? Не шагу назад. Не шагу назад, так. Ну, этот приказ, конечно, был очень серьезный, так, не шагу назад, создавались отряды заграждения, даже я уже в Германии был на фронте, и то такие были отряды заграждения. Ни в коем случае не отступать. Вот, вот этот приказ такой, там 222, у вас, нет такого, да? номер приказа нет у вас там, да? Ну, ладно, это не обязательно. А он в каком приказе говорится о заготрядах? Ну, это, не знаю, ну, это, конечно, приказ был вставлен, о том, что не шагу назад. Вот этот приказ был. И, конечно, на почве создавались такие отряды, так, чтобы ни в коем случае не отступать. Ну, вот что запомнилось из встреч населения во время отступления и во время прибытия в префронтальных населенных пунктах? Не понял. Что запомнилось из встреч с населением во время отступления и во время прибытия в префронтальных населенных пунктах? Сейчас это, ну, когда здесь, на нашей территории, на Украине, был окружен окружен Киевский военный фронт, там около миллиона солдат было окружено, ну солдат, офицеров было окружено, генералы, и когда развернулись бои около села, бои наши потерпели поражение, конечно, и сотнями, тысячами, а село большое у нас было, так, наверное, киломат три. И с одного участка ввели город Глухов, военнопленных, здесь население, их хлеб, посмотрело, на плащ-палатках несут солдат, раненых, обожженных, и здесь население и хлеб бросало, кто что мог бросал в строй, хотя пинка получали по заднему месту от конвоирования немецких, но все равно мирное население, конечно, тревожилось, и жалко было наших военнопленных уже, поэтому, что мы вряд ли, то и бросали в строй, в строй, в строй, а так, тысячи солдат таких прошло до села. А вот во время освобождения, как вас люди встречали в освобожденных городах? Белоруссия с удовольствием встречала население, белорусский народ, так, сейчас мне еще где-то плавает медаль, президент Белоруссии прислал медаль за освобождение Белоруссии, никак не могут, никак не могут вручить на сегодняшний день, так, а между прочим, и немцы, уже пошла потом в конце войны пропаганда против Гитлера, так, и немцы неплохо встречали, так, не говорю, а поляки по-всякому встречали, одни хорошо встречали, вторые антисоветские встречали, так, как и немцы, а потом, значит, уже, о, Гитлер-капут, Гитлер-капут уже немцы говорили, о, руси жгут, руси жгут, русские хорошие, пропаганда, очень белоруссия, пропаганда, большое дело играет. А вот приходилось ли вам во время войны слышать о Власовцах? В каком? Власовцах. Сейчас был, значит, во время оккупации, это уже Глухов, где большой лагерь военнопленный был, так, ну, я тут еще, знаете, по-всякому можно, пошла голодовку, привозишь туда, что-нибудь, картошку, капусту, а там штабля мертвых военнопленных, утром, морозы рано начались, оказалось, разбитые были, еще, и штабля, так и мы, там, десятки, сотни человек, умерших за ночь, умерших, замерзших, и вот здесь формировалась Власовская армия, я считаю, и добровольцы были так, и вынуждены были, чтобы не умреть с голода, или что, и таким, формировалась армия Власовская, и таким путем. Какое ваше отношение было к ним? Как? Отношение ваше какое было к ним? К ним, да. Ну, что я вам скажу, как мы уже на территории Германии, так мы идем вдвоем, с телефонных аппаратов, с катушками, и, это, это, из этого, с такого врага вылазят три немца, так, одни нас бы, конечно, вполне, у них все условия были расстрелять нас бы, так, но они уже решили сдаться, а когда уже сблизились, сблизились мы с ними, так, то оказались русские, я понял, как сейчас, что-то один с Кубани был, так, ну, что, я-то еще молодой был, еще такой, не было злости, вроде так, но все равно расстреляли их, расстреляли. А каково отношение ваше было к дезертирам? Какое отношение? Я сейчас противник, так? Сынок, служил в армии, нет? Нет еще, да? Через год только, думаешь идти, нет? В ракетное. Не понял? В ракетное. В ракетное, да? В училище или это? Или в часть? В часть. В часть, да? Погладеем. Надо идти, я почему говорю, что надо идти, так, вот одна все такая примета. На случай, на всякий случай, так, ты уже будешь знать, знать, так, как быть, как действовать на фронте. В лучшем деле, все же, что-то получишь, что-то получишь, не только, не все это время, вот, как вот здесь, в гарнизоне, траву косят, да, подметает, мусор, так. Что-то получишь, что-то научишь, а так, если только взяли, так, не прошел никакую учебку, так, и первый мишень будет. Вот, вот, поэтому надо идти, поэтому, надо идти. Я хочу идти на топ-3. Да, тем более, сейчас годичная, годичная служба, я тут посмотрю, здесь выходят туда, сейчас все условия есть, вот что-то дело. Может, где-нибудь и похуже есть, так, но здесь вот, даже вот здесь казан, а здесь баня. Может быть, и это, возят на автобусе, баню возят. Нет, так, чуть приболел, так, на автобусе и баню привозят. Я, там, вопрос был против дезертир, или что-то такое. Ну, каково Ваше отношение к дезертирщику? Как Вы к нему относитесь? Ну, давайте слово подберем, какое. Неудовлетворительно, да? Конечно. Плохо? Плохо. Конечно. Каждый мужчина, так, каждый мужчина должен отбыть, так, побыть в армии. Раньше, особенно в Украине, боже сохрани, если не взяли, вот тут называли, белоблетчики, вот так. Просто ни одна девчонка не будет дружить с ним. А сейчас, а сейчас наоборот уже. Не, не, некоторые. Я против, конечно. Надо, каждый парень должен заслужить своем. Приходилось ли Вам сталкиваться со штрафниками? Нет. 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 Что это за штрафниками? Только, когда нас везли уже из Германии, вот два эшелона, нас военных, так, и этих эшелон подошел, которые были, были полицаи, так, которые работали на немцах, так. Они, конечно, закрыты, на окнах решетки, там, автоматчики на каждой площадке стояли, так. Вот, они все, кстати, через решетку, там, кулаки показывали, и разное прочее такое, конечно, мы против этих были. Знаешь, что Вы с людьми и с штрафбатами встречали? Нет. Нет. Ясно. Нет. А вот как Вы относились к людям, к возможности, к человеку искупить свою вину, которую представил штрафбат? Ну, человек провинился и был штрафбат. Как Вы к этому относитесь? Ну, штрафбат еще, знаете, бывает так, что не по своей вине, и не по своей вине. Были такие, которые по своей вине, что-то пошли, допустим, в атаку, не получилось. А? Начальники этих, комбин разводы, там, подчиненных, солдат, так. Ага, не взяли высотку, все, Вы штрафники. Ну, в основном, конечно, штрафбаты формировались с дезертиров. С дезертиров. А вот в какое время году было более всех сложнее воевать? А? В 41-м году. Нет. В какое время года? Там зима или это осень? Зимой, конечно. Зимой. А сколько замерзших было? Сколько замерзших было? Дед, ты уже собираешься? Сейчас, секунду, секунду.